всем привет пришла мне очередная посылка лазерный дальномер фирмы huper на 100 метров так ну что переходим к распаковке получается вот здесь была такая пломба я ее вскрыл такая коробочка тут выделено что эта модель huper lm 100 а то есть на 100 метров принципе тут больше your code фирмы эмблема ну да больше ничего не написано и скрываем вот он сам дальномер так идет инструкция такая вам скажу инструкция наверное 50 страниц даже больше 100 страниц видите скажи 110 112 начинается инструкция на русском языке обозначение кнопок вот какая кнопка за что отвечает какой индикатор за что отвечает так 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 все это конечно будем испытывать тестировать измерение расчет в общем я это все почитаю и выйду на какой-то объект и мы с вами протестируем вот эти все элементы так откладываем идет микро юсб юсб кабель то есть получается у нас идет не на батарейках а работает на аккумуляторе идет вот такой кармашек скреплением для пояса на липучке идет шнурок чтобы можно было там наверное на руку навязать и пластина пластина для снятия размеров например с отражающих поверхностей вот с одной стороны она такая глянцевая с другой стороны она такая более матовая хотя тоже блестит но такая серенькая тут белая получается так ну что попробуем включить так какой внешний вид его напоминает такой простенький телефон какой-то видите модель юпор лм 100 а что говорит о том что он измеряет расстояние до 100 метров получается сверху идет сам лазерный приемник и сам лазер получается здесь идет крепление для шнурка сбоку здесь с левого идет под заглушкой место для зарядки вот производитель заявляет что он противоударный влагозащитный какие тут у нас есть обозначения так ну если вам это интересно можете почитать но самое интересное из этого что тут есть это размер под одну четвертую это резьба 1 4 дюйма это очень полезная штука потому что вот представьте у вас есть рулетка вам надо замерить на какое-то длинное расстояние даже хотя бы там на 20 метров и представьте у вас рука но по-любому немножечко дергается то есть если там вам надо какая-то точность то не получится сделать точный замер если жестко не закрепить этот прибор поэтому вот эта резьба позволяет закрепить где-то там на штатив какой-то и пользоваться очень удобная штука так ну что включаем так вот включили сразу что видим сразу видим что система измерения у нас идет в дюймах идите так но сразу видно что работает угломер то есть вот например видите меняю угол и соответственно меняется цифра то есть вот так должно быть 90 градусов можно вычислить очень удобно знаете для чего этот угломер еще удобен например вам нужно залить какую-то поверхность да да вот это по проекту например говорят должно быть должен быть уклон 10 градусов можно конечно это там транспортиром как-то измерять но вот например эта штука тоже будет очень полезно то есть ставите делайте этот угол 10 градусов например и он показывает то есть натягиваете леску и прикладываете он показывает например этот угол так ну что я сейчас попытаюсь изменить дюймы на сантиметры или на метры и потом мы вернемся к обзору так что мы здесь видим видим сразу здесь показывает что заряд батареи полный вот что ведется от мер видите здесь с краю от нижней точки то есть можно выставить например чтобы считалось расстояние от верха от резьбы и от нижнего торца так получается производитель рекомендует заряжать его как минимум раз в полгода то есть если не пользуетесь это может нанести ущерб аккумулятору так ну в общем вот такой вот аппарат сейчас была распаковка а теперь переходим к тесту я как раз сейчас какое-то время попользуюсь им и сниму уже вам видео с тестом этого дальномера лазерного на 100 метров постараюсь вникнуть и получается провести тест вот как по точности там как может быть откалибровать его покажу в общем смотрите не пропустите дальше в этом же видео не переключайтесь берем рулетку ставим я уже одел шнурок на меня вот он чехолчик на липучке такой так начинаем тестировать вот включаем его одно нажатие на зеленую кнопку рид и появляется . то есть маяк куда будет бить лазер получается вот видно надо вот что мы сделали мы сейчас получается включение режим готовности вот она метка и выставляем на размер 60 сантиметров вот по краю получается вот этот индикатор показывает что отмер будет осуществляться вот этой точке будет замерять поэтому по нему и ориентируемся так мы вставляем все 60 смотрим шифточка била от начала улевки и получается сейчас нажимаю несколько раз и должны быть одинаковые показания мы видим что если не раскачивать получается показания у нас одинаково но смотрите какая фишка показывает 60 сантиметров 4 миллиметра у нас тут на метке 60 значит значит надо на 5 сантиметров вернее на 5 миллиметров надо подкорректировать как это делаем берем сейчас выключаем и нажимаем получается включился режим калибровки и нам надо уменьшить показания сделать минус 4 получается все и нажимаем рит так пробуем теперь опять ставим на 60 так ну уже лучше но еще надо хотя бы немножечко еще раскачивается получается надо еще хотя бы наверное на миллиметр подкорректировать показывает пятьсот девяносто восемь действительно я немножечко сдвинул хотя на ребенок вазе может не видно ну вот выставил опять 60 четко и нажимаем то есть в принципе можно сказать что калибровку мы сделали отлично . сюда здесь 60 вот таким образом можно откалибровать рулитку теперь и можно пользоваться вот и теперь получается я сниму отдельно еще тесты теоремы пифагора вот эти все режимы получается забыл сказать что здесь стоит аккумулятор 850 миллиампер часов так вот уже попользовался этим лазерным дальномером какое-то время и могу сейчас сделать некоторое объяснение по поводу его работы получается тут есть кнопка read вот она собственно и делает все замеры кнопка плюс-минус она добавляет размер отнимает и отключение звука то есть если вас раздражает пиканье или например вам не надо чтобы он издавал звук то вы можете его отключить и дальше все замеры вы будете делать уже в бесшумном режиме и также долгое нажатие опять включили потом идет кнопка переключение разных режимов мы к ней вернемся эта кнопка первое нажатие на нее меняет точку отсчета откуда будет лазер измерять расстояние то есть сейчас включен верхний торец вот теперь середина от резьбы которая здесь есть снизу и третье нажатие это включает режим измерения от заднего от заднего торца длинное нажатие этой кнопки включает режим изменения единиц измерения то есть сейчас метры с миллиметрами например нажимаем включились дюймы опять дюймы только уже более крупные футы и вот метры с миллиметрами можно включить метры сантиметрами мне надо и миллиметры порой поэтому оставляем такой режим зажимаем и держим он переключается это что касается этой кнопки потом кнопка off и clear например сделали некоторые замеры и вам надо их очистить один раз нажимаете и она очищает если вам надо выключить прибор то в принципе вы можете ничего не нажимать он сам вначале через несколько секунд потухнет а потом отключится но если вы хотите выключить то нажимаете и держите и он сам тухнет так эта кнопка запоминание вот например на отрезок измерили нажимаете и вот он показал только что он запомнил то есть если теперь вы сбросите и нажмете на кнопку сохранить то появится предыдущее значение которое вы сохранили также эта кнопка сохраняет уже конкретный например замер объема или площади то есть все замеры которые там присутствуют высветятся у вас на экране так это что касается основных кнопок аккумулятор здесь 850 миллиампер вот я его с момента покупки уже сколько пользуюсь и вот только на одно деление разрядился я пользуюсь уже где-то около месяца наверное так если вы хотите откалибровать вот он у вас выключенном состоянии нажимаете off clear и read нажимаете и потом отпускаете его в clear чтобы он у вас не выключился вот то есть я его уже калибровал стоит значение минус 4 ну и соответственно вы можете его там изменять с помощью плюс-минус но мне этого уже достаточно он точно показывает таким образом можно его откалибровать так теперь переходим к разным режимом которые здесь есть вот первый режим это режим отрезка тут все просто вы нажимаете и меряйте размеры сейчас он немножко отличается потому что немного крутится лазер а там представьте на стене это как раз эти несколько миллиметров получается это первый режим измерения одиночного расстояния тут все понятно если вам надо замерить одиночное расстояние сюда заходите и нажимая будете получать конкретную информацию по поводу этого отрезка следующий режим это непрерывное измерение как она включается вы нажимаете кнопку read и держите все и он начинает измерять например вам надо замерить угол да ну попасть него трудно вы начинаете например водить и лазер туда попадает и также заканчиваете измерение кнопкой read и что получается он пишет максимальный размер минимальный размер то есть максимальное расстояние и минимальное получается максимальное вышло 323 минимальное 293 так сбрасываем дальше у нас идет режим измерения площади то есть это длина и ширина замеряем ширину и замеряем там у меня стекло поэтому туда на виду вот он считает вот площадь пола допустим на вышло 67 квадрата если вам надо замерить например объем то тут уже три значения вы допустим измеряете ширину ладно уж попробую на стойку попасть длину и высоту понятно что мы имеем сейчас со штатива он должен быть на полу были точно размеры вот таким образом он посчитал что объем этой комнаты до высоты штатива до потолка вышел у нас 11 с половиной кубов почти так это у нас объем дальше у нас идет режим называется режим художника но это получается как я понял это измерение нескольких площадей то есть одну площадь потом еще одну площадь и эти площади разные и он их получается суммирует вроде все и дальше получается четыре режима те по теореме пифагора вот это первое то есть получается первый замер он предлагает это гипотенуза то есть ставим ее до потолка так вот сделали замер получается первый режим по гипотенузе и углу наклона он был 25 8 градусов длина 376 гипотенузы и он нам высчитал что длина получается перпендикуляра то есть от этого самого прибора до стены пишет вышло 339 и высота метр шестьдесят три мы можем проверить например 339 до мышла так померяем сейчас ставим режим отрезок выставляем 0 градусов приблизительно выставили вот даже точно вышло 334 плюс минус пару миллиметров довольно точно плюс пока я еще там нажимал мог немного сбить то есть этот режим он измерил благодаря гипотенузе и углу наклона вычислил длину и высоту хороший интересный такой режим так дальше режим который по высоте то есть измеряет длину гипотенузы по высоте и длине так этот режим он получается вычисляет на недоступной высоте конкретный отрезок то есть вам например надо замерить какой-то отрезок на стене на допустим окно большое и высота окна и вот с помощью этого режима вы можете это сделать насколько я понял и получается также по трем замерам может измерять высоту недоступную в общем такие четыре режима не знаю как все не пригодятся часто но вот измерение отрезка площади объема эти будут часто полезны вот такое видео также всем спасибо всем пока